Всем привет дорогие друзья и сегодня в этом видео вы узнаете почему минус 10 килограмм за месяц это замануха Наша задача сжигать жир упрощенно, очень упрощенно, на практике все сложнее, дефицит 500 калорий в день на протяжении недели равен потере 400 грамм жира, это в идеальных условиях На практике драгоценная мышечная масса тоже убывает, а мы пытаемся эту обувь минимизировать через белок и адекватные физические нагрузки Далее, вы например 60 килограммовая женщина, живущая на 1800 калорий в день, чаще, меньше, девчата имеют склонность недоедать и жить на нищенском калораже, ищущая ответ на вопросы, почему я не худею Теперь следите за мыслью, 1 килограмм жировой ткани приблизительно равен 8300 калорий, логичный вопрос, почему не 9000, ведь в грамме жира 9 калорий Ответ, адипоцит содержит не только жир, но и воду, поэтому вот так, потери 10 килограмм при таком расчете, это общий дефицит около 83 тысяч калорий в течение 4 недель 220 750 калорий в неделю или почти 3000 калорий в день Вы по условиям задача женщина, живущая на 1500-1800 калорий, даже взрослые мужчины редко едят больше 2500 калорий, а хронические диетчики иногда существуют в промежутке от 1200 до 1500 калорий Из чего будем создавать такой зверский дефицит? Ведь нам нужно, чтобы в рамках такого целительного похудения душа не отчалила из бренного тела На тренировке типичный физкультурник сжигает скромные от 200 до 300 калорий, опытные около 500 Ну и еще пересядет с трамвая на велосипед, если вдруг наступит лето Вы все еще не видите противоречий? Не правда ли? Не бьется математика? И это мы еще не касаемся того, что диета, дефицит входящей энергии и последующее снижение процентного жира приводит к снижению активности при одновременном росте аппетита Абсолютное большинство людей просто не способны создать такой дефицит А те единицы, кто способен выдержать, его просто не из чего выжить Прежде чем прокачивать тело, прокачайте здоровый смысл Потеря 0,5 или килограмма в неделю это отличный результат, который позволяет преуспеть похудение и сохранить здоровье В таком темпе при условии грамотного выстроенного питания и адекватных нагрузок можно сжечь именно жир Все экстремальные диеты палят мышечную ткань и берут взаймы у здоровья, которого и так немного Если вы, будучи немолодым уже человеком с явным избыточным весом, хотите увалить колени и позвоночник, то начинайте бегать долго и упорно Желательно по асфальту в кедах, найденных на адресоле Или делать берпи сотнями, тогда кроме суставов вспомните еще и про давление Да, быть стройным хочется всем, но тренировки после 40, как правило, имеют свои огромные особенности Желаете испытать на прочность силу воли и проверить мотивацию? Низкая углеводка? Вот ваш выбор! Попрощаться с либидо и фертильностью? Берите радикально безжирные Хотите узнать, как выглядит человек без мышц, но с жиром? Любая диета помножена на минимальную физическую активность Вот отличное решение Попробовали все? Выше перечисленное? Заподозрили, что-то идет не так? Отлично! Перед прокачкой тела прокачайте здравый смысл Посмотрите на вещи реально Поэтому 16 недель разумный срок Минус 0,5 и до килограмма в неделю Это отличный темп Диета должна иметь начало и конец с выходом на новый уровень поддержки Ведь нет ничего страшнее, чем снова начинать есть после долгой диеты Худеть, несколько заходов с отдыхом и удержанием результата Между адекватное и правильное решение А полезные привычки, привычки длиной в жизнь Это залог именно жизни, а не унылого существования Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok